Как связана Казань с событиями 27 января 1945 года? Сегодня 125 лет исполняется со дня рождения героя-освободителя Освенцима Федора Красавина. По этой причине в Казанском университете состоялась большая беседа о Холокосте. Лагерь смерти Аушвиц. Фабрика по сортированию, уничтожению и утилизации людей. Более одного миллиона узников Освенцима было вытравлено в газовых камерах, расстреляно или отдано на медицинские эксперименты. Только 700 тысяч заключенных удалось освободить Красной Армии 27 января 1945 года, которая онемела от увиденной картины. Люди здесь превратились в полуживые скелеты, а крематориях недогоревшие останки погибших от циклона Б. Трудно поверить, что на такое способен человек. Это обычные студенты. Помнят ли они о Холокосте? Кто такая Анна Франк? Я не знаю. Понятия не имею. Что такое Освенцим? Освенцим – это концлагерь. Не знаю. А это Илья Альтман, основатель первого в Восточной Европе просветительского центра «Холокост». До него на эту тему не говорил никто. Я по-любому собирался немножко с вами поговорить, так как это около часа. Оставив полчаса на ваши вопросы, возможно, комментарии. 30 лет профессор работает со студентами и преподавателями, ездит с лекцией по российским и зарубежным университетам, чтобы история не была забыта. Видите, многие очень подходят к истории, как к некому пугалу. Вот смотрите, как страшно это было, это может повториться. Мы выработали какой-то, наверное, другой метод. Посмотрите, сколько в истории положительных примеров. Вот я с выставкой, которая посвящена освобождению Аушвица, объездил более 10 государств. Я говорил о том, посмотрите, 5 командиров дивизии. Трое русских, один латыш, один украинец. Состав дивизии с представителей 43 национальностей. Важно помнить не только, насколько бесчеловечен геноцид, но и тех, кто скрывал евреев от нацистов. Татьяна и Аделина по собственной инициативе еще в школе собирали информацию об одном из освободителей Аушвица и пришли к неожиданному выводу. Получилось, что мы вышли на Федора Михайловича Красавина, поняли, что о нем вообще никто не знает. Федор Красавин, живший после войны в Казани, генерал-майор, который командовал 100-й львовской дивизии и освободил освенцем 27 января 45-го года. Когда мы нашим коллегам из Дагестана рассказали о том, что командир полка, то есть самой 100-й дивизии генерала Красавина, был уроженцем Дагестана, то, в общем-то, с этого момента в Дагестане во всех школах действительно заговорили о Холокосте. Говорить о Холокосте и героях освободителей надо. Во-первых, чтобы возродить забытых героев. Во-вторых, чтобы знать, как это было на самом деле. Анастасия Васютина, Ленар Давлитьяров, Универньюз. Редактор субтитров А.Семкин